Международный день мира Но для многих этот дар не более чем сказочная мечта. Они живут в районах военных конфликтов, в атмосфере нестабильности и страха. Международный день мира призван заставить людей не только задуматься о мире, но и сделать что-нибудь ради него. Так ООН предлагает всем странам и народам в этот день прекращать все военные действия. Альтернатива им – общеобразовательные и просветительские миротворческие мероприятия. Такие, как, например, золотые антитанки, которые миротворец Лаки Ли проводил во многих уголках планеты. Или антивоенный перформанс «Отлежи за мир». «Отлежи в постели за мир 24 часа». Где с помощью провокационной акции Лаки хотел привлечь внимание к хрупкости и беззащитности человеческой жизни. Каждый год празднования традиционно начинаются с церемонии у колокола мира в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Звучит обращение генсек ООН, после которого он ударяет в колокол. Затем, после минуты молчания, с обращением выступает председатель Совета Безопасности ООН. События последних лет – войны, терроризм, кризис нравственных ценностей и моральных устоев, глубокие противоречия, разделяющие народы и отдельных людей по всей планете. Климатический кризис, пандемия коронавируса обусловили беспрецедентную актуальность Международного дня мира сегодня. Надеемся, что на этом фоне актуальные миротворческие инициативы Лаки Ли наконец-то будут услышаны и поддержаны на государственном уровне. Также не останутся без внимания и 11 тысяч живых подписей людей по всему миру, которые собрал Лаки во время кругосветного марша мира. Он задавал прохожим на улицах Нью-Йорка, Сингапура, Берлина и Лондона простой вопрос – вы выбираете мир или войну? И все выбрали мир. Более 100 тысяч человек также проголосовали за мир онлайн на сайте проекта What4Peace. Может, настало время услышать голоса обычных людей?